идем собирать ягодки с утра папе сказку 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 Малинка После качели у нас стояла кровать папе, но планируем мы до одно, получается другое. У нас вот этот кран потек, постоянно из него течет вода, здесь всегда мокро было, повесила шланг и все это за ночь смокрела, и воды у нас очень много уходит. Этот кран поломался уже давно, он ни туда, ни сюда вообще не функционирует, этот работает, но потек, теперь его надо поменять. Для этого надо весь материал, мы еще купили осенью, вот эти краны купили, все купили осенью, но не успели сделать. Роль сказал, будем делать по приезду весной, когда мы собирались весной ехать, как раз к лету, чтобы сделать на полив нам. У нас там специально два крана, один кран на капельный полив, а другой для шланга и просто в огород набирать, в лейку. И вот теперь сейчас будем это все переделывать. Труба, муфточки, уголочек, Т-штук, вот такая буковка и Т, еще один уголок, два крана, вот заглушечки. Вот, а это здесь что-то он будет сейчас прикреплено. Все, что еще нужно? Вот такие ножницы нужны и этот аппарат. Да, 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 разных размеров. Вольхи грёси браухен ве, цейкман? Клайнейший, 20 миллиметров. А, 20 миллиметров у нас получается диаметр трубы. Все, сейчас Рольф это дело соединит. Как я уже сказала, 100 рублей стоит в сутки и 500 рублей за ложь было. Все очень просто, он уже работал этим аппаратом. Не один раз мы берем его. Все, и теперь идем резать трубу, отрезать. Со стороны сырая Рольф обрезал. Вот такое отверстие, с обратной стороны вытащил этих два поломанных крана. И вот они, два красавчика. Я не знаю, сколько они нам лет отслужили, пять лет. Вифильяры, фюнфьяры, дихо, ван. Пиши, да. Где-то пять лет они у нас были. Ну, и через какое-то время, конечно, все приходит в негодность. Да, от солнца. От солнца она уже побелела. Все, и сейчас он, это у него лежит как пример. Сейчас он будет вымерять трубы. И что получится, потом покажу вам. Сейчас проверим, если он будет холодно. Вот, чтобы температура установить. Сейчас мы посмотрим, как он будет. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. сейчас можно немного обкühли, потом мы с другой стороны, это раucht и а у меня не было ничего, что вы не делаете, что вы не делаете, что вы не делаете Вот так, вот так. стекла кельтера талан я хочу там тоже нахать хейбл вообще супер все сделал роль просто теперь интересно главное чтобы здесь все было без протечек больше расстояния сделал то что надо то все время близко было и неудобно было у этого вот диаметр не маленький это капельная система и у шланга тоже диаметр немаленький а теперь хорошо на расстоянии два крана у нас и здесь отличненько все вот разрез осталось только припаять надо чтоб все было сухо здесь и будем паять сейчас дальше здесь было немножко проблематично спаять я давила с улицы вот так получилось не очень красиво но главное чтобы это все не капало сейчас ров пошел включать воду в дом посмотрим краны все закрыли окно все теперь проверяем тут идет идет все можно подключать везде сухо даже брал браушник махин вести это убирать трогаем самое главное что все было вот по этим швам все было сухо но все сухо супер отлично молодец мой рукастый муж все сейчас у меня подключит сразу мой шланг из магазина lidl болгарии покупала суперский шланг очень нравится длинный 25 метров а это поливалка у нас уже сто лет тоже из германии привозила гордена тоже классная вещь удобно не надо наклоняться нагибаться стоишь в полный рост и поливаешь душиком вот этот шланг вообще супер если кто-то будет видеть кому-то нужен будет магазине lidl покупайте все сегодня у меня пойдет полив класс спускает воду все молодец так только что пришла с мясной лавки давайте опять пробежимся по ценам на мясо в крыму так мы перед мясом я купила в этой местной лавке там полуфабрикаты есть они сами делают кстати семья держит эту лавку вот такие шикарные маленькие хорошенькие варенички картошка с луком 200 рублей килограмм стоит 200 рублей это получается 3 евро 30 я опять не вашим не нашим я делю на 60 яйца десятки и что уже там взяла в этой лавке мясного них такой маленький магазинчик по 60 рублей в общем 1 евро десяток стоит яиц потом шикарный фарш и дела свинина телятина вот такой фарш фарш стоит килограмм фарша 390 рублей получается 6 евро 50 за килограмм а потом взяла крылышки такие крылья куриные по 210 рублей за килограмм делим на 63 евро 50 крылья и шикарные ребрышки вот такие ребрышки на костер да с приправкой это будет вкуснятина ребра по 390 рублей за килограмм это получается 6 евро 50 килограмм ребер все это мне было мясная лавка потом купила горчицу роль заказал под мясо 45 рублей сливочное масло в этот раз я взяла в магазине домашняя закончилась взяла вот такой 82 5 процентов жирности крымская коровка но крымское масло я же врала мне как-то не очень и но зашло в общем 190 рублей эта пачка стоит 3 евро 10 стоит получается и здесь только по моему 200 180 грамм . приправа для кого 50 рублей и две булочки папе папе рульфу с маком 1 с яблоками тоже по 45 в общем такие у нас сегодня были покупки постирала одеяло и теперь мне надо постирать половички в ванную комнату не берет у меня стиральная машина и никак не отжимает их так что сейчас буду стирать хорошо в частном секторе атаку дичку атаку дичку Продолжение следует... 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 Продолжение следует...